Дорогая церковь, вы не просто дорогая, вы драгоценная, потому что вы все куплены ценой крови Иисуса Христа. Вы можете оценить себя? Я думаю, нет. Ни один не может оценить себя, потому что ни один не понимает, насколько цена кровь Христа. И каждый из вас куплен ценой крови. Как сказал Господь, что если весь мир мы приобретем, душе повредим, что пользы? Не можете купить себе душу. Настолько она бесценна. Но цена и есть кровь Иисуса Христа. Ой, мои дорогие, я, конечно, увлеклась. Говорить я буду не об этом. Я хочу продолжить то слово, которое мы с вами уже некоторое время смотрим, изучаем. Это наш образ и подобие Бога. Бог сотворил нас очень удивительными. И мы с вами увидели, я думаю, что мы увидели, что в нас есть подобие. Это любовь, да? Напоминаю. Мудрость и изобретательность тоже это подобие Божье в нас. Совесть, как суд, мы можем судить. А теперь я хочу рассмотреть еще одно, это владычество. У нас есть и такое качество, которое Бог дал нам, владычество. Бог является владыкой всего, правда? Но Он же поделился с нами всем, что Он имеет. Он дал нам свое подобие. Что такое владыка? Это обладающий всем. У нашего Бога есть абсолютная власть. Не ограничена ничем Его власть. Выше власти Бога просто ничего нет. Вы знаете, мне очень понравилось, как сказал царь Дарий. Владычество Его бесконечно. Действительно, бесконечно. К отца нет Его владычества. Он владыка над всем, что существует. Тем более над народами. Если Он владыка над всем, что существует, и небесным, и земным, тем более над народами. Значит, без Его ведома ничего не совершается в этом мире. И ничего не совершается в небесном мире без Его ведома. И все, что происходит на земле, под Его, как сказать, видом, ведомством. Все, что происходит в этом мире, плохое или хорошее, Он ведает. Нам удобно думать, что все это о дьяволе. Но мы иногда чересчур Его, знаете, везде ставим. Но больно осознавать, что все под властью Бога. Но под властью. Если мы не согласимся с этим, значит, мы скажем, что есть еще один владыка. Но такого владыки больше нет. Он единственный. Властвующий. И на земле, и на небесах, и во вселенной, везде. И вот такой владыка, абсолютный владыка небес. Который, без которого ничего не начало быть, что начало быть. И всему, что стало быть, Он дал жизнь. Начало и конец. То есть, в Его власти, в Его руках. Начало в руках. И конец в Его власти, в Его руках. И конец в Его руках. Вы знаете, Он как бы держит в Своих руках оба конца времени. Время начала и время конца. И все это называется владычество. И вот такое качество владыки, Он вложил в человека. Он владыка всех владык. И дал человеку одно из своих качеств. Владычество. Вы знаете, как Псалом 144-й говорит Давид очень интересные слова. Царство Твое. Царство всех веков. И владычество Твое во все роды. Верен Господь во всех словах Своих. И свят во всех делах Своих. Владыка — это титул. Это титул нашего Бога. Он владыка. И когда Бог сотворил человека, Он тоже нам даровал этот титул. Представляете? Свой образ дал нам и даровал нам этот титул. Мы тоже владыки этой земли. Он так создал человека, по крайней мере. Он дал для этого человеку и власть, и силу для земли. Для того, чтобы человек мог править. Всем управлять. И до еще согрешения, если вы помните, когда Он позвал Адама, Он дал Адаму называть всех животных, именовать. Это тоже владычество. Все подчинил человеку. Я просто чуть-чуть зачитаю это место, Бытие 1, 27-28. Где говорится, И сотворил Бог человека по образу Своему, и по образу Божьего сотворил Его. Мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. И дальше говорится, и обладайте ею, и владычествуйте. Над чем? Над всем живущим. Над всем живущим. Над рыбами морскими, над зверями, над птицами небесными. Над всяким скотом, над всей землею, над всякими животными, пресмыкающимися по земле. Над всем. Бог дал человеку этот статус. Какой статус Богов? Бог дал человеку статус Богов. Помните, как написано, вы в сущности Боги, да, и сыны Всевышнего. Мы читаем это в Библии. Вы Бог, вы все дети, вы все дети, вы все. Вы все. Вы все. Но умрете, как человек, и падете, как всякий из князей. Когда Бог дал этот статус, Он сказал, владычествуйте. Трудно себе представить и вообразить, что было бы, если бы человек не пал. В сущности, это владыки. Человек во Христе сейчас уже опять владыка. Понимаете, Он получает опять это владычество, это качество. И когда человек еще не пал, Бог подчинил ему абсолютно все. Он ходил, как владыка, по земле. Но, к сожалению, не успел полностью воспользоваться, как уже упал. Он не успел использовать этот статус, как уже упал. Поэтому сказано, падете, как всякий из князей. Имеющий власть, он упадешь. Никто не мог забрать у человека. Настолько мы были владыки, Адам был владыка и Ева, что никто не мог взять у них насильно. Нету власть, нету силу. Только путем хитрости, путем обмана человек сам отдал. Так что владычество в нас было вложено, это одно из качеств нашего Бога. Это тоже образ и подобие Божьего. Мы все равно владыки на этой земле. Но из-за того, что враг у нас украл этот статус и теперь удерживает от нас, Господь придумал, так можно сказать, путь для возвращения нас, чтобы этот статус в нас опять возродился. Вернуть нас в состояние сынов Божьих. Опять, чтобы этот образ в нас отразился снова. изобразился. И для этого Он послал Своего Сына. Именно в образе человека, чтобы как человек Он приобрел для нас этот образ опять. И в Нем мы действительно возвращаемся в это владычество. Знаете, как интересно сказано, что все покорил под ноги Его. Кого? Под ноги человека. Написано под ноги человека. Но, говорится, еще пока не видим, что все покорил, но придет время. Когда опять все будет человеку покорено, представляете? Потому что мы владыки, мы в сущности владыки. Сын человеческий и Сын Божий в одном лице отнял плен у дьявола и нам вернул. Он высвободил этот образ и подобие. Это владычество. Но теперь есть одно условие. Мы владыки только в Иисусе Христе. Только потому, что Он победитель, в Нем мы владыки. Мы именем и власть и силу, но в Нем. В Его имени. Если мы выходим из этого имени, мы не владыки. Нам теперь надо обязательно быть в этом, в Иисусе Христе, в Нем. И еще очень важно получить это откровение. Если мы не получаем это откровение, мы даже к этому не стремимся. Представляете? Имея наследство, можем не пользоваться им. Поэтому Павел сказал, что нам необходимо получить вот это откровение Ефесянам 1, 17, 23 написано. что Он хочет, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы дал нам Духа премудрости и откровения. Для чего? К познанию Его. И просветил очи сердца нашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его. И какое богатство славного наследия Его для святых. И как безмерно величие могущества Его в ком? В нас. В верующих подействуя державной силой Его, которую Он воздействовал во Кресте, воскресив Его. Из мертвых. И посадив, одеснуя себя на небесах. Это владычество, понимаете? Посадил превыше всякого начальства, власти, силы, господства и всякого имени именуемого. Не только в всем веке, но и в будущем. и все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего. Главой церкви, которой есть тело Его, полнота наполняющего все во всем. Иисус не имел это, когда был на небесах? Не имел? Все имел больше, чем мы думаем. Это все для нас. Он пришел в облике человека для нас. Теперь это все можно сказать о нас. Он для нас это все приобрел. Это для нас посадил выше всякого начальства, имени, именуемого здесь и в будущем веке. Ни один из нас не понимает, насколько у нас высокий статус на небесах. Ни один. Хотя мы все, говорю, мы дети Божьи. Но вы понимаете, что такое дети Бога? Владыки. Дитя Владыки. Кто? Владыка. Вы понимаете, насколько Бог возвысил человека как самого что, Господи, такой человек, что ты помнишь его? И Сын Человеческий, что ты так поднял его? Мы не понимаем. Поэтому сказано, что когда придем туда, тогда откроется, что мы есть на самом деле. Но хочу сказать, пока мы здесь на земле, Иисус добыл для нас владычество, и это воля Отца вернуть нам это. Однако теперь не бесконтрольно. Если в начале не надо было контролировать то, что Бог в нас вложил, владычество, и Бог не ставил никаких условий, просто дал, то теперь отношения наши немножко нарушились, доверие Бога к нам нарушилось. После грехопадения человека, и теперь наше владычество все-таки контролирует Дух Святой. Оно ограничено именем Иисуса, за пределами имени Иисуса его нет. Вы знаете, я хочу Бога за это благодарить и славить. Потому что враг настолько хитер и коварен, что дай нам власть и владычество вне Господа. Человек опять натворит что-то ужасное против себя же. Поэтому слава Богу, что Дух Святой наше владычество сейчас контролирует. И что только в Иисусе Христе в этом имени мы действительно можем совершать удивительные вещи. И вот это безмерное величие, могущество Его в нас, верующих, но в Иисусе Христе, когда мы. Потому что мы поддаемся обману. Мы ведемся на обман, понимаете? К сожалению. И теперь мы себя должны видеть в образе Иисуса Христа, когда мы в Нем, когда Он в нас. Все это действует. Без Христа это подобие не действует. Поэтому Бог приготовил вот это чудо, чтобы мы изобразили Иисуса Христа внутри себя, отразили. Бог приготовил этот чудо для нас чтобы мы вошли в этот образ. Не внешне, это все внутреннее. Вот почему Бог так все устроил удивительно, потому что мы ведемся на обман. Вы знаете, почему Бог изгнал Адама и Еву из рая до того, как они успели бы съесть, ну, съесть, так скажем, вкусить от дерева жизни и стать вечными. Потому что в человеке зло стало бы вечным. И человек бы никогда не получил прощения и никогда не вошел бы в вечную жизнь. Мы были бы просто как дьявол, который владычествует, но во зле. Он делает страшные дела, но во зле и вечный. И идет вечную смерть. И человек пошел бы в вечную смерть. Так что это милость Божья, что Он изгнал нас из рая до того, как мы вкусили от вечной жизни. И приготовил нам такой путь, когда внутри нас наш Дух родится от Духа Божьего и снова заходим в рай. И мы теперь становимся владыками, но добра. Потому что внутри нас Дух родился от Духа Божьего, в котором нет ни капельки зла. Ничего темного, ничего плохого. Вот так Бог сделал нас удивительно. Вы помните, когда дьявол предлагал Иисусу поклонись павший, я дам тебе все царства мира. Он действительно владел ими, потому что он украл у человека это владычество. Но Иисус отобрал все царства мира, он не поклонился, он отобрал. Вы знаете, какой был жестокий обман, когда он предлагал поклониться. Если вы только представите, мы же были все во Христе. И если бы Иисус Христос как Сын человеческий падший поклонился, все человечество падший поклонилось бы во Иисусе Христе. И все. Никогда бы уже нам не встать. Насколько все глубоко и не так примитивно, ну просто поклонись и получишь. Насколько он коварен, как хорошо, что у нас контроль Духа Святого, слава Богу. И теперь, когда Иисус отобрал у него всякую власть, он дал ее нам как владычество. в Иисусе Христе мы владыки. И мы теперь возвращаемся в это состояние образа и подобия Божьего. Мы же понимаем, что образ и подобие у нас не внешние, а внутренние. И только когда внутри нас отражается Господь, все это возобновляется и является Вы знаете, не просто так сказано «По плодам их узнаете их». Вот эти слова непростые. Чей образ и подобие человек носит в себе, такой властью и обладает. Дело в том, что можно обладать другой властью темных сил. Мы знаем, мы видели это и даже знаем из Библии. Когда Моисей являл чудеса волхвы тоже подхватили и пытались повторять. Это другая сила разрушающая. Губительная сила. И мы видим, что когда Иисус ходил по земле и обратился к некоторым из фарисеев, видя их нутро нечистое. Он сказал, Отец, ваш дьявол. Почему? А потому что дела были злые. Он говорит, вы хотите убить меня. Ищите убить, если бы вас был Отец мой. Вы бы радовались? То есть внутренний образ, понимаете, подобие не внешний. Какой образ мы носим, такой силой обладаем, вот в чем дело. Это очень важно понимать, почему мы хотим отобразить себе Христа. Я вам скажу, что наше подобие Бога и Его образ это наш внутренний мир. Это наше духовное наследство. Поэтому очень важно, что внутри нас был Бог. Вот почему не узнали Иисуса Христа, ждали внешних. Ждали внешнего. Даже такой апостол, как Филипп, говорит, Иисус, ну, покажи нам отца и достаточно. Вы представляете, ходит все время с ним, видит чудеса, все, и говорит, ну, покажи нам отца, и довольна. Иисус приходит, ну, Филипп, я все время с вами, и ты не увидел. Но если ты не видел, так, так хотя бы по делам определи. Он говорит, слова, которые говорю я вам, говорю не от себя, Отец, пребывающий во мне, это очень важные слова. Он творит дела. Вы посмотрите, как Иисус сочетал вместе слово и дело. еще раз прочитаю. Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. То есть, слова Иисуса, это уже дела. Это уже действия. А вы думаете, наши не так? Почему сказано, что за каждое слово вы дадите ответ? От кого идут наши слова? почему мы думаем, ну что ж, мы говорим и ничего не исполняется? А Иисус свои слова говорил? Он говорит слова, которые Отец в нем говорит. Он и делает. Вы понимаете, в чем причина? Из того, что у него все получалось, а у нас не очень. Иисус повелевал морю. повелевал ветру. И все удивлялись, говорили, кто же он такой, что ему все подчиняется? Да он владыка. А что нам сказал Иисус? Даже если горе скажете, встань и ввергнется в море, гора встанет и ввергнется в море. Как по-вашему, Иисус просто так сказал? Для красивого словца? Он показал, владыки в сущности. Вы сущности Боги. Но умрете, как человек, если не поймете этого. Но для того, чтобы гора встала, хотя Бог и говорит, все это имеете, Иисус сказал, чего нам не хватает? Как вы думаете, чтобы наши слова, нет, вот все говорят, веры не хватает. Нет, мои дорогие. Нам не хватает, чтобы слова, которые из нас говорились, говорил Бог. Когда будет говорить Бог, из нас будет гора подчиняться. Понимаете? Тогда и вера будет. Потому что как Павел мы сможем сказать, он не просто сказал, он знал, кто внутри него. И он сказал, уже не я. Уже Иисус живет во мне. Вот тогда гора встанет и подчинится. Почему? Люди говорят, у тебя веры не хватило. Все так говорят, а вера откуда? От слышания Слова Божьего. Когда из тебя Слово Божье скажет, ты сам поверишь, потому что ты знаешь, что это сказал не я. А Господь во мне. Значит, чего нам не хватает, чтобы Господь был внутри нас? А для этого надо что? Уже не я. А как быть не я? Умереть? Умереть, чтобы быть не я. Для себя умереть, понимаете? А мы еще немножечко живые. Вот наша беда. Еще немножечко живые. еще немножечко хочется своего. Еще немножечко хочется по-своему. А в таком случае Иисус не отразился. Какой у нас хороший пример. Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Только вот в этом состоянии будут подчиняться гор. и море раздвинется. И ветер утихнет. Потому что все покорено отсюда. И Он дал свое подобие нам. Не мы, а Он должен быть внутри нас. Его подобию все подчиняется. Понимаете? Его подобию все подчиняется. А если у нас маленькое наложение подобия Бога и еще кое-кого вот так и получается. Один раз что-то получилось, другой не раз нет. Что-то послушалось, что-то не послушалось. Вот к чему мы призваны. Понимаете? И когда Адам был послушан Богу, он был владыка, как он вышел из подчинения. Стал кем? Стал рабом греха. Кем мы хотим быть? Владыками или рабами греха? Вот и посмотрите. Если мы хотим владычествовать, значит мы должны изобразить внутри себя, отразить, стать, дойти место Господу. Внутри себя, вытесните себя, вытесните свое Я. Иисус сказал, кто хочет идти за Мною? Отвергнись себя. Возьми крест свой за Мною. Это единственный вариант. Если мы хотим явить славу Христа, значит не нас должны видеть, а Христа. А другого нету, потому что все покорил под ноги Ему. Если Он внутри нас, то все покорится под наши ноги, потому что ноги мои хоть и физические, а внутри Господь. Вот к чему мы должны с вами, ребятки, стремиться. И это Бог нам дал возможность. И для этого сделал абсолютно все. Вся наша битва, вся наша трудность. Это не с бесами воевать, а с самими собой. вы понимаете, что самая тяжелая битва оказалась самими собой, со своим Я. А люди хотят остаться при Я, но бесами побелевать, чтобы покорялись. А в этом Я как раз их натура и есть. Чему это они будут подчиняться? Никогда не будут. так что должно быть не Я, а Христос живет. Согласны? Вот давайте к этому двигаться, да? Давайте мы посмотрим. И сегодня тоже друг на друга, друг в общении, у нас будет не Я или Я. Знаете, лучше всего мы проверяемся, когда мы вместе, когда мы в одном общении. И сразу видно, Я или не Я. Христос живет во мне или Мое Я. Я.